В последнее время очень много у нас вопросов по уходу за малышами. То есть это конкретно вот аспираторы, щеточки, ножнички. То есть все просили снять видео, как бы вот решили снять, как бы немножко объяснить, потому что многие путают. Значит, давайте начнем с аспираторов. То есть в основном это у нас идет груша, либо вот такого плана, аспиратор с трубочкой. Значит, что касается груши, стандартный вариант. Получается, на грушу нажимаете, как бы сопельки отсасываются. Значит, они идут либо с насадками в комплекте, либо, как правило, одна насадочка идет. Все насадки очень мягкие, то есть специально для малышей. Значит, груша, в принципе, понятный вариант. Этот вариант у нас идет с трубочкой, в принципе, на картинке нарисовано. То есть получается, этот кончик мы берем в нос, ой, берем в рот, а вот этот засовываем малышу в носик. То есть есть еще набор с дополнительными насадками, он также очень мягкий. Значит, многие переживают по поводу того, что сопли могут попасть в рост. Значит, смотрите, здесь идет специальный элемент, то есть вон здесь просто упаковки, может быть, не очень видно. Внутри лежит такая специальная прокладочка. То есть когда вы малышу сопельки отсасываете, в любом случае они собираются в этой колбе. В основном, даже если где-то чуть-чуть попадет, она попадет именно на эту насадочку, на этот фильтрик. И получается, что в любом случае, ну, как бы, как бы не дули, вам в любом случае в рост все это не попадет. То есть не переживайте по этому поводу. Значит, смотрите, что касается аспираторов. Малышей еще не сформирована носовая перегородка, поэтому ни в коем случае не засовывайте далеко. Ни грушу, ни такого плана аспиратор назальный. То есть очень аккуратненько, буквально чуть-чуть, чтобы не повредить малышу носик. Первый момент. Второй. Если сопли не отсасываются, то есть вы чувствуете, что они идут, значит, либо сопелек нету, либо они засовшие. То есть ни в коем случае не нужно прикладывать усилия. Многие пишут, что они вообще дают мужу, чтобы там у мужа больше силы. Ни в коем случае, буквально чуть-чуть, просто легким таким вот, здесь чуть-чуть, получается, прикладываем, здесь чуть-чуть прикладываем силу, здесь буквально чуть-чуть. Отсасывайте, ни в коем случае не надо сильно все это вдувать, потому что вы можете просто повредить. И, получается, у ребенка в носике может остаться даже травма. То есть если вы очень сильно будете, скажем, усердствовать в данном вопросе. То есть, если сопельки не идут, либо их нету, либо они засохшие. Значит, можно либо в ванной, например, после ванной. То есть, у малыша немножко сопли размягчаться, попробовать как вариант. Либо увлажнить специальными средствами, чтобы действительно они были жидкие. Иначе, в противном случае, это просто вы не сможете их достать. Еще раз напоминаю, ни в коем случае не прикладывать силу. Все очень-очень аккуратненько, буквально чуть-чуть, потому что малышам, на самом деле, иногда может быть травмоопасно, если там, как некоторые пишут, что папы со всей силы выдувают это. То есть, смотрите, в этом плане очень аккуратненько.